До сих пор не дает покоя игра сборной России против Бельгии, поэтому давайте пройдемся по главным вопросам после этого матча. Это блок спорта день за днем прямиком с чемпионата Европы. Поехали! Начнем с простого. Россия сыграла плохо? Нет, однозначно так сказать нельзя, как и нельзя назвать Станислава Черчесова слабым тренером. Собственно, он подготовил добротно-планную игру, которую футболисты пытались реализовать и реализовывали очень неплохо первые 10, может быть 20, да даже 30 минут. Был грамотный прессинг, понятный со стороны даже. Создавали более-менее подходы к чужим воротам и даже был очень опасный удар Марио Фернандеса с углового. Если бы уже на пятой минуте Дзюба и Головин удалось им сделать выход один на один, то, возможно, игра бы прошла совсем по-другому сценарию. Футболистов раскритиковали за то, что после игры они не согласились с тем, что Бельгия – это космос. Собственно, именно я после матча задавал эти вопросы Максиму Мухину и Игорю Дивееву, и они осознанно отвечали, что с Бельгией можно играть. Собственно, сборная России и играла, а ошибки совершала практически сама по себе и на ровном месте, без большого участия в этом смысле соперника. Потому что соперника в какой-то момент даже переигрывали. В какой-то момент по ожидаемым голам Россия даже опережала Бельгию, которая в действительности, если с холодной головой подойти к анализу этого матча, создала не так уж и много моментов. Достаточно взглянуть на продвинутую статистику для этого. Почему Украину хвалят после матча с Голландией, а Россию после игры с Бельгией ненавидят? Нужно понимать психологию человека. В закрытом футболе болельщикам сложно увидеть старание команд, которые больше обороняются. И она тоже играет в атаку, пусть не так часто, может быть, бросается в глаза больше другие моменты. Тем более, если есть такие привлекающие события, моменты, как ошибки Андрея Семенова. Но оценивать игру нужно не только с точки зрения атаки и движения вперед, а с точки зрения качества футбола в целом. Он оценивается не только исходя из атакующих моментов, но и из оборонительных тоже, и наличие между ними баланса. На мой взгляд, у сборной России этот баланс был гораздо больше соблюден, чем у сборной Украины. Украинцы в средней зоне старались действовать как можно быстрее, чтобы соответствовать сборной Голландии и скоростям. Но об обороне команда Андрея Шевченко порой забывала. Уже в первом тайме голландцы могли забивать два мяча как минимум и, по сути, делать что-то такое же, как был в матче России и Бельгии. Так что, исходя из качества игры, сборная Украины ничуть не превзошла Россию. Они сыграли скорее в похожем качестве, о чем, опять же, говорит продвинутая статистика. Где-то Россия даже лучше действовала, а, во всяком случае, разница ожидаемых голов у России даже лучше. Украина сильнее России? Нетрудно заметить, что да. Но об этом говорят не матчи, соответственно, с Голландией и с Бельгией, и не вообще подход к чеканату Европы, а клубы, в которых футболисты этих сборных играют. Ну, ни для кого не секрет, что для наших игроков уехать в Европу, это происходит по большим праздникам. Для украинцев в последние годы это стало нормой. Это звезды их футбола Александр Зинченко и Руслан Малиновский. В общем, это все говорит не столько о силе команды, сколько о силе отдельных игроков в сборной. А, естественно, когда у тебя есть качественные, сильные футболисты, то у тебя есть больше вариантов для того, чтобы строить игру. В этом смысле Станислав Черчесов ставит правильный футбол сборной России. Боюсь, что если бы мы попытались сыграть так же открыто, как сборная Украины против Голландии, то для нас бы закончилось это еще хуже, чем для них, хотя и для них могло закончиться достаточно плохо. На самом деле я призываю вас поддерживать и Россию, и Украину. На мой взгляд, это обе команды показали в первом тайме первом матче Евро огромное желание к победе. Может быть, кому-то со стороны так не показалось, но я это точно видел. И у меня есть уверенность за то, что Россия и Украина смогут выйти в плей-оп Евро. Ну, а напоследок, посмотрите видео, как россияне в фан-зоне радовались голу Андрея Ермоленко в матче Украины-Голландии. И давайте все-таки поддерживать обе команды и трезво и справедливо оценивать футбол. Мы весом с того, что мы гружим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!